Всем привет! Вы на канале Maros Live и сегодня поговорим в этом видео о пакете документов, которые понадобятся для подачи на рабочую карту по программе Калифицированный работник, который ранее назывался режим Украина. Сразу хочу сказать вам где искать всю эту информацию. У нас есть два сайта основных. Первый сейчас у вас перед глазами это Генеральная консульция Ческой Республики во Львове. И второй вариант это VFS Global.com. Два сайта, которые вам дадут полностью всю информацию о всех документах, которые вам понадобятся для подачи. Ссылки я оставлю под видео, поэтому кому будет интересно, сразу можете по ним переходить и дальше смотреть всю актуальную информацию для вас. Итак, как видим, первое что нам понадобится это анкета на рабочую карту. Второй пункт действительно закордонный заграничный паспорт не старше 10 лет. Третий это две одинаковые фотографии. Четвертый документ о жилье на территории Чехии. Пятый это трудовой договор. Другие документы. И седьмой пункт еще справка несудимости в Украине полная. Давайте подробнее разберем каждый из пунктов. Первый пункт анкета на рабочую карту. Как правило, на этом сайте предоставлена только одна анкета. Вы можете сразу скачать. Она идет в PDF файле. Сейчас мы ее открываем. Она выглядит вот таким вот образом. Чешская украинская анкета, где вы ее заполняете и дальше предоставляете в визовом центре. Друзья, еще не сказано здесь один нюанс в этом пункте, в этой анкете, что требуется еще одна анкета. Она называется анкета на долгосрочную визу. Где ее взять? Я вам сейчас покажу. Здесь же есть долгосрочная виза в долгосрочной постоянной форме резиденции. Чешский и русский. Ссылочку я тоже доставлю. Вот такая вот виза, заявление о предоставлении долгосрочной визы. Такая анкета вам понадобится также. Тоже заполняете ее полностью и предоставляете параллельно с первой анкетой. Второй пункт, естественно, у каждого он имеется. Это заграничный ваш паспорт. Главное, чтобы он был не старше десяти лет. Паспорт должен иметь минимально две свободные страницы и срок паспорта должен быть минимально три месяца после окончания срока действия визы. Ну и, соответственно, не должен быть поврежден. В фотографии третий пункт. Две одинаковые фотографии. Здесь, смотрите, есть такой нюанс. Я покажу вам сейчас на сайте VFS Global. Здесь есть вымога до фотографий. И здесь вам четко показано и рассказано, какой должен быть размер фотографии. И самый важный пункт, это лицо должно быть минимум 78% фотографий. То есть, вся эта информация здесь есть. Поэтому делайте согласно требованиям. Четвертый пункт. Документ про забеспечение проживания на территории Чеческой Республики. Перешел на украинский язык. Чуть-чуть. Этот документ вы возьмете уже от вашего работодателя. Соответственно, и пятый пункт. Трудовой договор. Договор о рабочей способности. Договор, так сказать, контракт будущий. Копия и оригинал вам будет предоставлено вашим чешским работодателям. По шестому пункту. Ни один из этих документов у нас не требовали. Но скажу вам сразу, готовьте ваш диплом. Переводите его на чешский язык. Потому что этот документ у вас могут потребовать. Как говорили наши знакомые, друзья, которые подавались буквально после 1 августа 2019 года, у всех требовали эти документы. И седьмой пункт. Справка о несудимости в Украине. Заметьте полное. После того, как собрали полный пакет документов, вы приходите подаваться на ту дату, которую вам назначил работодатель. И после этого оплачиваете визовый сбор. Установленный он 5000 крон на данный момент. Вся информация предоставлена вот здесь. Оплачиваете 5000 крон в евро. Информация по визовому сбору. 5000 крон. Вси заявники оплачивают визовый сбир. Визовый сбир сплачивается готивкой в евро в промещении визового центра у Двови. Также вы оплачиваете сервисный сбор. Сумма сервисного сбора составляет 20 евро. Его можно оплачивать в национальной валюте гривня. Сроки оформления визы можете увидеть вот здесь. Составляют 60 дней. В отдельных случаях до 90 дней. Еще что уточню. Желательно подавать все документы одним днем. Если вы что-то довозите или там вам говорят какие-то документы неправильные, то ваше заявление на срочную визу и рабочую карту не рассматривается. Поэтому все документы должны податься одним днем. Это очень важно. И где находится адрес визового центра, город Рьвов, улица Джерельна, Ви 17. Там вы будете поддаваться с этим пакетом документов. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотры. Спасибо за ваши лайки. Кто не подписался, еще подписывайтесь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok